Кстати, по одной из версий, именно то, что школьник не смог получить нужную оценку в аттестате, стало причиной трагедии в московской школе. Это случай, когда 15-летний подросток расстрелял учителей сотрудника полиции, вызвал множество споров. Часть депутатов Госдумы настаивала на том, чтобы детей защитили от оружия новыми законами. Однако в Кирове взгляд на проблему иной. В спецназе Кировской службы исполнения наказаний считают запретный плод сладок. Об оружии в частности и о своей работе в целом здесь рассказывают, но профессионально. Снаряжаем шесть вот таких гранат, полностью прицелились и шесть гранат выпустили в одно место. Гранатометы, пистолеты, пулеметы, автоматы и винтовки. Обо всем этом можно не только подробнее узнать, и оружие здесь не только рассматривают, но и берут в руки. Все это доступно сегодня для школьников в отделении спецназа УФСИН. Правда, с несколькими нельзя. Запрещено передергивать, перезаряжать оружие, наводить на людей в сторону движущихся объектов, разбирать, отсоединять магазины. Под пристальным взором сотрудников спецназа кадеты нерешительны, но с оружием были знакомы через интернет. Здесь идут споры, что производит большее впечатление. Одни за автомат. Ну, потому что выстрел идет быстрее, ну, пуль вылетает больше. Мне кажется, снайперская винтовка, потому что там важно ввести дальнюю стрелку по разным ценам. Ребята в один голос говорят, что все они хотят в армию, а потому в их планах как можно больше узнать о службе и вооружении. В спецназе говорят, в наших силах это любопытство утолить. Причем правильно. Меры безопасности – это самое главное при обращении с оружием. И вот сегодня дети посмотрят, и в рамках вчерашнего мероприятия, конечно, что произошло, мы им всегда говорим о том, что оружие, оно может всегда выстрелить, вот даже не заряженное. Работа спецназа перед детьми. Мерей, смотри, пробуй. Сотрудники подразделения повторяют. Их должностная обязанность – как раз борьба с беспорядками, а обезвредить вооруженного противника – их задача. Так что здесь считают, такой день открытых дверей – как раз профилактика таких ЧП, как в московской школе. Елена Чехомова, Алексей Юферев, Бюро новостей Дайвича.